Продолжение следует... Уверен, товарищ генерал. Что они искали у нас в посольстве? Документы? Сотрудника? А тут в списке погибших при атаке на посольство не все дипломаты. Двое наших и вот еще один. Некоти Федоров из концерна «Энергия». Ко мне приходили из ФСБ. Задавали вопросы про ливийское посольство. Что-то конкретное? Фамилия Федорова звучала? Нет, нет. Тогда вам не о чем волноваться. Красавец. С годами становишься только лучше. Ну, просто наш родной российский Джейнс Бонд. Ты изменилась, Кир. А знаешь, был повод. Дай пятнадцать лет, не шутка. Ты сама тогда отказалась поехать с ним. И я не отказалась. Я просто попросила дать мне время подумать. Твое желание усидеть на двух стульях со мной и с твоей женой – это не сходство. Это компромисс. Я просила узнать, нет ли еще материала по взрыву Осмолова. Что было, то мы отдали. Просто хотим быть уверенными, что у нас эксклюзив. Что мог заснять случайный свидетель? Момент взрыва, отъезжающий в машину. Но для подрывников от нее так страшно. Там, где оно что-то было еще. Это видео перевернет все с ног на голову. Это, это даже не бомба. Это какая-то ядерная боеголовка. Это какая-то ядерная боеголовка. Матерья! Понимаете, опубликовав информацию о секретном контракте, вы совершили акт государственной измены. Но у вас есть шанс. На сделку со следствием. Если вы, конечно, расскажете нам конкретно, кто дал вам информацию. Я не знаю его. Я спать. Я не знаю. Неужели вы думаете, что вы доживете до суда, если вы не будете с нами сотрудничать? Я не могу. Я спать. Расскажите, кто передал вам документы, и будете спать. Документы. Оба раза. Передавал. Передавал в раздевалке. Я... Я не... из спортзала. Он не представился. Я не знаю. Напишите его. Ну, ты место нашел. – Извини. – Здравствуй. – Здорово. Слушай, оставь мобиль в машине. Зачем? Ну, оставь. Ты думаешь, я тебе писать буду? Береженого Бог бережет. Что случилось? О чём поговорить-то хотел? Видео на квартире свидетеля нашли? Нет. Ни видео, ни компьютеров. Ничего. На полчаса буквально нас опередили. Представляешь, нас тоже. Вчера у меня под носом убили у подозреваемого. О захвате было известно только мне. И вам. Что происходит, полковник? Рубен, ты занимайся своими делами, мы разберёмся. Слушай, а вы кого-нибудь проще, чем я, не могли найти, а? Ну, там, лейтенанта, капитана. У меня сорок шесть задержаний особо опасных преступников. Два ранения. Два ранения. Я тебе что, мальчик, что ли? Ты что несёшь подполковника? Несёт курица, яйца. А вы взорвали Осмолова, начали изображать расследование. А тут два случайных свидетеля образовалось. А, ещё и этот, Казарян. Одного из исполнителей быстро вычислил. Работать надо чище, товарищ полковник. Как? Бухаешь? Бухаю. Ну, когда в отпуск. И проституток вызываю. Когда деньги есть. Так, понятно. Ты знаешь что, ты подай рапорт, чтоб тебя отстранили от этого дела. Я могу работать с алкоголиками, наркоманами, с бандитами, с дураками не могу. Договорились, полковник. Ты только там у себя посоветуйся. Как отмазываться будете, когда я точно докажу, что все эти убийства ваши? Антитеррористической операцией прикроетесь? Антитеррористической операцией прикроетесь? Антитеррористической операцией прикроетесь? Антитеррористической операцией приклеи, у меня эфир через час. Отвезёшь? Не могу. Публикуем один материал, могут быть последствия. Я думаю, ты сама сейчас на студию всё узнаешь. Ваня, я с тобой. Что бы ни случилось? Даже если все будут против, я буду рядом. И пусть всё катится к чёртовой матери. Главное, это мы. Я за тебя глотку перегрызу. Я знаю. Я знаю. Есть. Выложил. Начинаю его к нам на сад заливать. Минут через пять опубликую. Ага. Минутку подожди. Привет. Это я. Здравствуй, Вань. В общем так. Видео в сети. Через пять минут я его опубликовываю. Подожди, а нельзя? Нет, не опубликовывать нельзя. Если не мы, то другие. У вас на сайте? Да. Так, я ссылку тебе киню. Ага, я понял. Давай. Давай. Пока. Сегодня утром в сеть выложено видео, доказывающее, что известного правозащитника Петра Осмолова не убили, а похитили у подъезда собственного дома. Все подробности в нашем выпуске. Спасибо. Спасибо, ребята. Привет, дружище. Что случилось? Я перезвоню тебе. Видео похищения опубликовано каким-то блогером. Затем его у себя на сайте возместила газета «Зеркало». А что ФСБ? Они сделали какое-то заявление по поводу видео? Нет, сэр. Нужно вынуждать их оправдываться. Публично. На брифинге. И там публично пороть. Пороть. Я, честно говоря, ожидал несколько другой реакции, сэр. Мы ведь не хотели, чтобы передать Страшиле, чтобы он максимально раскрутил тему опубликованного видео. Чтобы даже слепой его посмотрел. И самое главное, попроси дровосека выпить кофе с его вице-премьер. Ты меня понял? Да, я понял. Да, я понял. Так. 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 Ты считаешь, что кого-то волнует, что они там написали? Естественно. Ты прям как будто только вчера родилась, дорогая. Я просто не настолько цинична. Люди сейчас привыкли к компьютерам, к сильным визуальным впечатлениям. Так что, к сожалению, нам приходится это учитывать. Прости, у меня вторая линия. Да. Кира Александровна? Да. Добрый день. Это из школы Артема вас беспокоит. Да, я слушаю, да. У нас ЧП. Вы можете срочно приехать? Инцидент, произошедший сегодня, бросает тень на репутацию нашей школы. И мы не можем допускать подобных вещей, поскольку высочайшие стандарты дисциплины – это наша визитная карта. Оксана Георгиевна, нам с Кирой… Александровной. Прошу прощения. Нам с Кирой Александровной хорошо известны принципы обучения наших детей в этом безусловно элитном учебном заведении. Я так понимаю, что и нашим детям это известно. Поэтому предлагаю не тратить время понапрасну, а выяснить, в чем причина конфликта, вы не против? Безусловно. Ну, тогда, я думаю, самым целесообразным будет выслушать мнение участников. Артем, что случилось? Я говорить не буду. Влад, может быть ты? Смелее, пацан. Своих не бросаем. Да я пошутить просто хотел. Ну, а что, девчонок симпатичных в школе много, а он ни с кем даже. Ну, я и спросил. Ты это как, с девчонками? А он. Мне девочки не нравятся, за них только одни проблемы. Ну, я и сказал тогда, что он это, ну, педик. Ребята, наша школа должна отвечать не только стандартам дисциплины, но и общепринятым нормам поведения в цивилизованном светском обществе. Безусловно, любое отклонение от морали является предметом обсуждения, но не таким же варварским способом. Именно таким. Папа, оно там не стоит. Молодок пацан, моя школа. Олег Витальевич, ну… Ты чего тут развела овца? Ты мне кого из пацана хочешь сделать? Гомосека? Да я вас всех по миру пущу! Ты хоть знаешь, на какую сумму я спонсирую эту грёбаную школу? Да вы загнётесь, если я кошелёк закрою! Вам тряпки половые не на что купить будет! Кто он тогда поможет? Член родительского комитета? Олег Витальевич, мы знаем и ценим ваше участие… А вы цените? Да если б вы ценили, то не разводили бы тут гомосячину всякую! Понабрали детей из приличных интеллектуальных семей, а они дома всякую х**ю насмотрятся! Как их родители с друзьями оргии устраивают! Как собаки направо и налево сношаются, с кем попало! А потом они в школу приходят и сверстников развращают! Интеллигентно! Может быть, мы и без детей продолжим? Да пусть слушают и запоминают! Тоже ещё ребёнка нашла! Ты хоть понимаешь, кого ты вырастила? Да уж точно не такого дурака, как ты! Чего?! Если ты ещё раз назовёшь моего сына гомосеком, я тебе этой шпилькой башку пробью! Понял? Хочешь судиться? Присылай адвокатов! Пойдём, Артём! Ты же знаешь, сколько мы сил вложили для того, чтобы ты учился в этой школе! Мы с отцом так тебя любим! Вы? Мы! Ты-то да! А он? Не знаю! Почему ты так говоришь о нём? Я знаю почему! Между вами что-то произошло? Поссорились? Нет! Это не между нами! Это между вами произошло, мам! Тебе не кажется, что в последнее время у него стало странно, как много ночных совещаний? Нет? Спасибо, что приехал! Чётко ты ему по шарам надавала! Тебе не было! Алло! Привет! Это я! Хочу с тобой посоветовать! Слушай, Поль, мне сейчас неудобно разговаривать! Слушай, я быстро! Пригласить Родионова на день рождения, как считаешь? Почему ты меня об этом спрашиваешь? Да я просто подумала… Слушай, ну это твой день рождения, ну ты решай! Всё, давай, пока! Есть свидетель, который видел девушку, выходящую из подъезда, где были убиты подростки. Сделали фоторобот. Ну вот, уже что-то. Можешь тебе на пару слов? Не зря тебя уважают. Слушай, я про утренние, ну, такое дело… Да не бери в голову, всё, я понимаю, честное слово. Пять трупов, один за другим. Такое ощущение, что нас как по нотам разыгрывают. Они всё время на шаг впереди. Ну, в общем, я сегодня лишнего сказал. Так, всё нормально, Рубен. На твоей миссии я бы тоже подумал, что меня в тёмное спорят. Слушай, у меня ощущение, что у вас в конторе утечка. Не люблю чужие дела, Алис, но… Рубен, здесь все свои. Я тебя услышал. Извини. Да. Привет, Андрюш. А у меня день рождения. Когда? Сегодня. А ты не помнишь? Я тебя поздравляю. Спасибо. Я очень хочу, чтобы ты пришёл. Во сколько? Сегодня? Да. Вечером. Часиков девять. Будешь? А, Ив, конечно, буду. Ну, я постараюсь. Честное слово. Точно? Не обманешь? Тогда до встречи. Да, до встречи. Угу. Прости, что выдернул тебя из твоего вице-премьерского графика, но у нас дикий пожар. Простите, я же просил близ Копьина. Прошу прощения, Владимир Александрович. Пять секунд, всё исправим. Пять секунд? Небольший? Дим, чё ты усталый-то такой? Режим тренировок сменил? Китайцы по неофициальным каналам грозят сорвать контракт. Видео с похищением Осмолова вызвало дичайший резонанс. Я в курсе. Начальник сегодня с утра на это обращал внимание. Ну, нельзя себя так вести, да? Мы отбиваемся, как можем. Вы тоже. А контора сидит в своей башне и делает вид, что её это не касается. Хотя человек, которого похитили, обвиняет не нас, не правительство. ФСБ. ФСБ обвиняют. Пусть выступит. Какой-то, не знаю, короткий брифинг. Скажут, что, я не знаю, что давно уже имеют это видео, но в интересах следствия, бла-бла-бла. Хоть хоть мяу скажут. Ну и что ты думаешь, это что-нибудь исправит? Безусловно. Нам важно демонстрировать перед партнерами, что у нас хоть какая-то прозрачность. Что работа идёт, преступников ищут общественности, прессу, информируют. Надо показать, что здесь люди, а не бульдоги, которым только зубами бабки рвают. А ты к Нефёдову напрямую не пробовал обращаться? Ну, ты же знаешь, и в эту лагерную эти, оправдывается виноватый. Но он не понимает, что если сорвётся контракт, то мы потом будем с бледным лицом на международном инвестиционном форуме. А какие к чёрту западные инвесторы, если с нами даже вон соседи-китайцы работать не хотят? Ну ладно, не нервничай. Я попробую поговорить с президентом. Спасибо. Ну, а ещё какие новости? Что август? Сардиния? Да я чувствую, я в августе в Австрию. Психиатрическую больницу. Ильев Мюнхен. А где лучше? А мои наконец-то в дом переехали. На Утёсе внизу небольшой пляж. Небольшой, но с песочком. Представляешь, дочка плавала и медузу поймала. Такую вот маленькую, с красными прожилками опасную. Слава Богу, не обождать. Не пять секунд. Один, позавчера застреленный. Вот он, кстати, за рулём. Чепенко, Вадим Анатольевич, 75-го года рождения. Второй, который я с Молова из машины вытаскивал. Вот его пробиваем. Дам-дам! Господа, прошу внимания на экран. Вот она, кургада, всё как надо. Так, пиво, баня, опять баня. Эти две вообще на проституток похожи. Ну что за контингенты у Чепенко вы посмотрите, а? Да уж, не кандидат технических наук, явно. А вы там надеялись, музыкантов, художников, учёных встретишь, что ли? Ребята, а что нам даёт это месиво из пивных кружек и женских бёдер? Я сейчас уже просматриваю ближайший круг. Это кому отсылал сообщения, кому ставил лайки. Так, в истории посещения на ноутбуке Чепенко. Один из самых посещаемых форумов это болельщиков Спартака. Так, вот, позавчера в 10.30 Чепенко коментился под ником Боцман в обсуждении Голомов-Сисяна. Цитируем. Офсян, конечно, красавчик, а ещё новости. Так, и вот ниже ответ в 11 утра. Ответ от некто Никифора. Надо его чаще ставить в основу. Новостей нет. Ждём вторую часть. Вторая часть чего? Денег, задания. С чего вы вообще взяли, что Никифор этот? Подельник Чепенко по похищению Осмола. Может они действительно футбол обсуждают? Вот второй тайм. Я изъял у владельца сайта историю посещения форума. Никифор был на сайте с мобильного телефона. Номер левый зарегистрирован на женщину 65 лет из города Самара. Местонахождение телефона определить удалось? Номер в эфир не выходил. У вас есть видеозапись, а вы её не комментируете. Почему? Это бы существенно изменило ситуацию. Потому что это провокация. А теперь под угрозой контракт с китайцами. Вы вообще понимаете, что происходит? Мы под ударом прессы своей и зарубежной. ФСБ обвиняют в похищении человека, который обвиняет их в коррупции. Правительство в том, что мы вас покрываем. А федеральная служба молчит. У вас всё хорошо, Александр Ильич? Владимир Александрович, мы не впадаем в истерику и вам советуем того же. Вы хотите сохранить лицо. А мы хотим сохранить контракт на 5 миллиардов долларов. Ну, всё, что вам нужно, это сделать. Ну, какой-то небольшой брифинг, чтобы как-то успокоить общественность. Я не думаю, что это успокоит общественность. Это выставит нас в положение оправдывающихся. А нам не в чем оправдываться. Я доложу вашу позицию премьер-министру. А я напомню вам, что служба подчиняется приказам первого лица государства. А мы попробуем, чтобы вы такой приказ получили, Александр Ильич. Всего вам наилучшего. Ну, а самое интересное, дама его весь обед историями своими развлекала. Ну, а это, кейс под столом вот стоял. Ну, вот так, возле ноги прямо. И как они его там подменить смогли, ну, не знаю, он открывает, а там вместо денег газеты. Ну, понятно. Ради этого чемодана весь обед им был задуман. Ну, да. А ну-ка, поставь мне видео нападения на посольство. Перемотай сразу на смерть, Федоров. Мотай, 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 мотай. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Стоп! У него в руках был кейс. Ну, может, я взрывную волну откинул? Где кейс? Здорово, Саша. Радионов беспокоит. Подними, пожалуйста, список вещей, найденных после нападения на посольство. Мне нужен черный кейс. Молодец. Да, конечно. Ты сегодня, Кость, совершил, возможно, самый важный поступок в своей жизни. Да брось ты, какой поступок? Нет, я серьезно. Я бы так не смог. Ну, то ли смелости не хватает, то ли случая такого не было. Спасибо. Послушай, зеркало сейчас одно из немногих изданий, которое пишет правду. А ты работаешь в этой газете. Так что… Слушай, ну, если я свою каждодневную работу буду выдавать за героизм, я знаешь, скоро лечиться придется. От тщеславия и глупости. Ну, давай, за тебя. За тебя. А ты видел вообще, что сегодня в соцсетях-то творилось? Я, честно говоря, вообще такой активности не ожидал. Я думал, что зомбоящик давно всем мозги уже промыл. Да видел я, видел. Ничего, поплюются гневными комментариями пару дней, а потом с тем же рвением начнут обсуждать новый сериал. А я вижу, что ты совсем уже ни во что не веришь в этой стране. Костя, я верю только в то, что вижу своими собственными глазами. А пока я вижу только толпу бессмысленных блогеров. А почему бессмысленных? А людям просто негде больше высказаться, кроме как, ну, я не знаю, на странице у себя в социальных сетях. Вот представь себе завтра на этот объявленный брифинг ФСБ. Пригнать всех этих комментаторов. Что будет? Ну что, я бы запустил. Я бы запустил. Но только одного. В смысле? Костя, а это та граница, за которой шутки заканчиваются. Это тебе не видео в интернет выкладывать. Тут начинаются серьезные вопросы, после которых дяди с лубянским фарфором в глазах предъявляют серьезные претензии. Интересно. А вот ты ему хоть раз кто-нибудь предъявлял? Вот так, по-настоящему, по-серьезному. За Таршицкую, за Сашу. А у тебя, Костя, на эти претензии больше прав, чем у кого бы то ни было. За тебя. На. Да нету, нету там кейса. Денис, что у тебя с ментом Энерго? Закончил, ни одной зацепки. Это мое? Федор, его помнишь? Энергетик, который погиб в посольстве. Ты же сказал, что это отработанная версия. Короче, пересмотрели видео с посольства, во время атаки у него похитили кейс. Связываясь с Энерго, выяснять, что за документы были в этом кейсе. Начну скрутить, гаси как хочешь, угрожай любыми карами. Понял? Займусь. Андрей Викторович, тут номер человека, который отвечал Чепенко под ником Никифоров. Активирован. Ведем его. Звони Газаряну. Пускай выдвигается. Троицка 2 в канале, работаем на меня. 806 Троицка 2 в автобусе на приеме. Толстопятый, 806-й, принимаю. Крупаньон из автобуса вышел. Я Троиск-2, объект вышел. Ведем его. 806-й, принял. Толстопятый, принял. Контакт есть. Объект обнаружен. Стоит у станции монорельсы. Отсылаю фото для проверки. 18-й, Троиск-2, и не хотелось. Да, это наш клиент. Продолжайте наблюдение, Рубен. Вас с него не спускают. Объект выбросил телефон. Тем работающим станциям 2, прямой визуальный контакт. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА